Председатель независимого профсоюза Второе требование это отмена сокращения На данном этапе 26 числа должны быть сокращены 150 человек Это рабочий, то есть трудовой коллектив Со слов генерального директора это первая волна Вторая волна будет сокращение буквально через 2-3 недели То есть со слов генерального директора будет сокращено полностью предприятие Третье требование у нас это вовремя выплата заработной платы Потому что у нас систематически идут задержки заработной платы Ну и естественно полную загрузку судоремонтному заводу Потому что на данный момент у нас цеха простаивает У нас нет загрузки для предприятия В данную волну попали люди непонятные вообще фамилии туда Попали матери-одиночки с тремя детьми Попали вообще люди, которые имели заслуги перед заводом Отработавшие по 30 лет, по 25 Непонятно вообще, как были составлены эти списки вообще Мы вообще не понимаем вообще, что происходит на этом заводе Зарплату-то стоят, чтобы мы жили нормально У нас у каждого семьи 10 по 1000 гривен Это что, зарплата? По 1000-15 И задержка по зарплате опять в существенном Вот уже, сука Пять дней уже задержка Сегодня на предприятии работает 1000 человек Тысяча человек, которые не обеспечены полной мере работой Работаем мы на трехдневки уже более года Заработная плата мизерная От 1000 гривен, максимум 2000 гривен Которая выплачивается не установленная коллективным договором срок В пятницу должна была выплачена заработная плата Пока под вопросом ее выплаты и не знают, когда это будет сделано Выставляет следующее требование к арендатору целостного имущественного комплекса ГП Азовский судоремонтный завод и администрации ООС РЗ Первое. Не проводить сокращение численности штата сотрудника ООС РЗ По приказам со ссылкой на досрочное расторжение договора аренды Или окончание срока его действия До принятия соответствующего окончательного решения фондом Государственного имущества Украины и Министерством инфраструктуры Украины Второе. Срок до 16 мая 2016 года Обеспечить все подразделения завода производственной загрузкой Прийти на полноценную рабочую неделю И прекратить вынужденные простои трудящейся ООС РЗ Сейчас представителям МИХ есть такая у нас компания Управляющая компания завода Я задал вопрос, как можно прожить на 1000 гривен Ну, пускай потерпят, время тяжелое Оболчение вопроса Сколько, 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 сколько А вот позавидите на эту зарплату, которую получаем мы А ребята подходит к холодильнику и говорит, что она вкусненькая Не пиздец Хорошо в ладоши похлопали А на самом-то деле нехорошо Никто не интересовался Говорит, я буду делать то, что я делаю И все Ему все равно на указания губернатора, мы так поняли Ему все равно Он говорит, это вам сдается, что вам может кто-то что-то пообещать Он говорит, я тут у вас главный А какой он главный, мы вообще не поймем Понимаете, мы ходили только что по цехам Ходит руководство завода по цехам и говорит, не ходите на митинг Понимаете, они стращают ходят Потому что боятся Они боятся, боятся массы Что массы вот так, как мы, поднимутся И будут гнать их метлой, я не знаю куда За год правления Ляшова у нас третья забастовка И мы не поймем, никогда такого не было Люди волнуются, не поймут, как им дальше жить Бороться за свои права Ну вот мы боремся Да жились, что теперь бороться надо Да, жили спокойно Так посмотрите, я так и лажник Я отработал 13 лет И меня подали в списки сокращенных На каком основании Я специалист, понимаете, специалист своего дела Весь детейный цех сократить мысленно Другие судоремонтные работают, у них все хорошо Ты сказали, в профсоюзе состоишь Мы тебя уволим, так как ты много говоришь, понимаете Про работу 33 года в заводе, если забор выкинут Поддержать трудовой коллектив Против беспределов, которые хотели делать Руководство предприятия по сокращению Вас сокращать не пытают? Я не знаю, я списки не видел Хочу работу, просто-напросто хочу работать И все Работаю давно, 39 лишних лет, половину лет Ну зарплату только естественно, чтобы работа была и зарплата была Это мой семейный завод Моя семья отдала больше 200 лет Как это называется? Династия, династия А теперь меня собираются выгонять Мне, получается, остается два дня А вы были в списках? У нас весь завод в списках был Весь завод по головным спискам А теперь какой-то отдельный список Кто-то проказ приостановить Кто-то продлить Того уволит Вот сейчас, когда я приходил в бригаду У нас было 28 человек Сейчас после увольнения остаются 4 Что можно сделать с этими 4 человеком? Один в отпуске Один заболел Все, 2 человека Это только сексом заниматься Отмена сокращения Профсоюзной организации были уведомлены еще Чтобы не соврать Точно знаю, что в субботу Еще председатель профсоюзной организации Встречался с представителем акционера Ему было объявлено о том, что уже есть протокол Решение собрания участников Общества с ограниченной ответственностью В котором указано Дано распоряжение генеральному директору Отменить приказ Приказ о сокращении Эту же информацию я довел сегодня утром 8.30 председателя профсоюзной организации И попросил всех заместителей Оперативно оповестить всех людей в цехах У нас есть проблемы Их надо решать Есть много путей их решения То есть есть переговорные процессы Есть трудовые споры Есть комиссия по рассмотрению трудовых споров Стачки подобные Это крайняя мера Если мы такими крайними мерами будем Работать предприятие Это положительно не скажется Ни на его репутацию, ни на его эффективность Срок выплаты заработной платы Был 22-го числа То есть в пятницу По состоянию на пятницу Достаточного количества средств Чтобы закрыть полностью Аванс Это еще не заработная плата Я понимаю, что Учитывая то, что мы работаем На сокращенной рабочей неделе Учитывая Маленький объем заказов У нас невысокая заработная плата Она упала на сегодняшний день По сравнению с 2015 годом Незначительно, но упала На 10%, но упала И она крайне невысокая Я это четко осознаю Но у нас первое Нет предпосылок ее увеличивать Потому что у нас нет заказа Те контракты, которые у нас На сегодняшний день есть По судоремонту заключенные Мы к их реализации Престуем только с мая месяца Соответственно, все поступления денежные Пойдут в июне Это первое Второе Мы наконец-то начали перевалку Квадратной заготовки Вернулись Мы полгода не занимались перевалкой Опять же, сейчас Становится судно Мы начинаем его загрузку И опять же, деньги мы получим Только в конце мая План следующий На сегодняшний день На предприятии Не производятся никакие платежи Кроме аккумуляции денег На заработную плату На сегодняшний день На момент, пока мы с вами разговариваем На расчетном счету Достаточно денег Для выплаты 35% денег 35% начисленного аванса Владея, как бы, более точно Цифрами О возможных поступлениях Я уверен, что до конца недели Это максимум Мы закроем этот вопрос Это максимальная отсрочка будет Это до 20... Да, конечно То есть мы людей не оставим Перед майскими праздниками Без средств существования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...